Доброго времени суток, дорогие дамы и господа! Сегодня, как обычно, мы будем говорить о нашей недельной главе, главе Беалутха, когда будет зажигать или, точнее, подымать свечи, но об этом поговорим чуть позже. Перед этим короткая личная история. Пару недель назад, как я часто с вами делюсь этим, мне приходилось заниматься тем, что так или иначе раввину общины приходится делать, это проводить похороны. И я сказал поминальную речь, естественно, интегруя в это некоторые слова Торы, после окончания ко мне подошел один соблюдающий религиозный человек со всеми первичными признаками ортодоксального еврея и спросил Ребе, скажите, а можно использовать ваши слова, то, что вы сейчас сказали, ваши двор Тора? Я говорю, конечно, можно, в чем проблема? Он мне говорит, а как же копирайт? Я говорю, какой копирайт? При чем здесь копирайт к Торе? Честно говоря, я был очень удивлен таким моментом. Но именно вот этот момент копирайта, или, точнее, его отсутствие в словах Торы, и объясняет наша глава. Она очень сюжетна, много всего интересного, но именно об одном моменте хотел бы с вами поговорить. Когда Муше, образно говоря, делится не то чтобы даром, но своим пророчеством, семидесятим мудрецами и создает первый еврейский парламент, который мы затем называем Сангедрин, Верховный Еврейский Суд. И Раши, основной комментатор Торы, говорит о величии Муше, что Муше не скупится на свой талант, а наоборот, с удовольствием делится их со всеми и сравнивает им со всеми, и поэтому сравнивает Муше со свечой, где свеча, один из важнейших критериев свечи в этой аллегории, это то, что сколько бы других свечей от первой свечи не зажигалось, зажигалось первой свечи, Муше меньше не становится. Это связывает нас и с началом главы, с ее названием, не зажигать, а подымать свечи миноры, потому что требования к тому, когда зажигали свечи миноры, Коэн должен будет их зажигать таким образом, что пока пламя свечи не поднимается, над подсвечником отводить огонь нельзя. Для чего? Для того, чтобы свеча светила самостоятельно. То, что делает Муше Робейну, он передает свои возможности другим, чтобы каждый мог светить самостоятельно. Но здесь, в этой истории, есть еще один очень важный момент, который определяет иудаизм не как религию, а как совершенно что-то другое. Дело в том, что Муше нужно было абсолютно честно выбрать из каждого колена равное количество представителей в Верховный суд. И поэтому он выбирает шесть из каждого из колен. Что у нас получается с шестью представителями? 72. Но 72 быть не может, должно быть 70, плюс Муше нечетное число, для того, чтобы можно было практиковать демократическое голосование. Поэтому на основе жребия, куда уже без него, два человека исключаются из этого списка избранных для Верховного суда Эльдат и Медат. И когда происходит инаугурация этого Верховного суда, этих 70 парламентариев, в этот момент Эльдат и Медат, которые, несмотря на то, что не вошли в список, их захлестнуло этим событием. И они тоже чуть-чуть какого-то пророчества получают. И говорит Тора, они пророчествуют по отдельности в своем шатре. Приходит Яшо Абинун, ассистент Муше, который затем становится его преемникой. Он говорит, что за дела? Как это они бездна, не под надзором начальства, отбились от коллектива, себе там самостоятельно пророчествуют Муше? Ты должен их наказать. На что Муше отвечает, этим и определяя иудаизм не как религию, а как чистый холст, на котором каждый из нас может рисовать свое собственное пророчество. Он говорит, ты что, ревнуешь? Да пусть себе на здоровье пророчествуют. Говорит Муше, да вообще любой пусть пророчествует. По мне так, чтобы каждый был пророком. Величие Муше было в том, чтобы он умел зажигать другие свечи, зажигать и давать им светить самостоятельно. В каждом из нас есть этот Муше. Поэтому, дамы и господа, если вы обладаетесь каким-то знанием, и на иудаизме нет копирайта, делитесь им с другими. Будьте своим собственным Муше, зажигайте другие свечи, подымайте их, делайте так, чтобы благодаря вам другие могли светить самостоятельно и передавать свету еще дальше. Успехов! До встречи! Пока!